Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Я выбираю». У микрофона ее ведущая Ольга Шершнева. В гости на программу к нам в студию «Московской правды» я приглашаю выпускников и студентов различных учебных заведений, чтобы помочь школьникам и их родителям с нелегким выбором, куда же идти дальше. Итак, сегодня у меня в гостях Евгений Кудаев, выпускник Московского областного колледжа искусств по специальности, художественный руководитель творческого коллектива и выпускник Института современного искусства по специальности хореограф-балетмейстер. Женя, привет! Здравствуйте, слушатель! Здравствуйте, Ольга! Итак, я думаю, мы сразу начнем к вопросам. Собственно, первый вопрос, Жень. Мальчик и танцы. Я понимаю, что это становится все более популярно. Нельзя сейчас не вспомнить великих мужчин-танцоров, но как так вышло, что танец стал главным в твоей жизни? Ну, у меня получилось так, что я с детства любил танцевать, хотел танцевать, но получилась такая ситуация, то, что где мы раньше жили, не было танцевальных коллективов никаких и как-то выбрать такового направления танцевального, так как сейчас есть большое количество направлений разных, в то время не было. Мы как бы пробовали, с мамой ходили. В нашем районе было два коллектива. Один был спортивный танцевальный коллектив, куда мы пришли и сказали то, что нам, извините, мальчики не нужны. Вот. А второй коллектив был бальные спортивные танцы, где с радостью меня тренер взял, и вот я начал там танцевать с партнершей. Занимался, я бальные танцы начинал, закончил, стал хореографом. То есть у тебя даже не было сомнений в том, чтобы нужно выбрать именно танец, да? Может быть, ты хотел еще кем-то стать? Нет, у меня не было никаких сомнений. Я даже сам самостоятельно домой принес объявление, то, что вот есть такой коллектив, набираются дети. Вот. Мама не ожидала, что я в маленьком возрасте сам самостоятельно выберу такое решение. И мне просто затянуло, затянуло. Смотри, то есть до поступления в колледж, в институт, получается, сколько лет прошло вот именно такой интенсивной практики, чтобы поступить, учиться? Так. Ну, пошел я заниматься с пяти лет, а поступил я в семнадцать. То есть двенадцать лет ты танцевал, да? Смотри, значит, следующий вопрос, как раз-таки вытекающий вот из твоего ответа. Бывают ли истории, когда человек поступает без длительной практики, когда вот просто в какой-то момент он решил, я вот хочу танцевать. Вот возможно ли поступить, особо много лет не занимаясь? Ну, в моей ситуации у меня, допустим, курс учился, мы все где-то танцевали. Но сейчас вот я заметил такую тенденцию, то, что большинство училищ берут детей и берут с улицы, потому что иногда бывают с хорошими данными какими-то природными. Бывают, есть такие некоторые заведения, где берут чисто из-за финансовой прибыли, поскольку все обучение, связанное с искусством, оно практически все платное, бюджетных местных людей нету. Вот. И поэтому за счет количества людей набирают и просто с улиц. Ну, а в хорошее учебное заведение можно попасть? Нет, без профессиональной подготовки невозможно. Хорошо. Значит, смотри, мы не будем витать в облаках, да, как это делали в школе. Думаю, что я самый талантливый, самый лучший, и сцена ждет только меня. Насколько велика конкуренция вот в этой среде? Вы знаете, Ольга, наверное, среди девочек очень большая конкуренция, особенно классические танцовщицы, которые поступают в МГАХ, там очень большая конкурсная основа, просматриваются не только данные человека, но и внешние факторы, то есть какая девочка, какой у нее рост, какая у нее внешность, то есть смотрится до того, что даже какой у нее нос, потому что внешность играет очень большую роль, тем более на большой сцене, сцена Большого театра, театра Станиславского, Немировича, Данченко. Вот. Раньше, допустим, я знаю то, что в Вагановском училище смотрели даже на родителей поступающего человека, так как девочка могла быть худенькая на момент поступления, а мама у нее полная. Генетику, да, проверяли? Полная, да. То есть смотрели, какой размер груди, потому что если у девушки вырастет большая грудь, она не сможет вращать фуэте, потому что смещается центр тяжести, и уже из нее не будет прима. Интересно как. Хорошо. Вот, Жень, скажи, пожалуйста, если девочка или мальчик влюблен в танец, хочет связать с этим жизнь, быть на сцене, а родители говорят, вот нет и все, вот будешь юристом, вот ваши творческие профессии, все это ерунда. Ведь так же бывает, да, что родители к творчеству очень скептически настроены? Да, бывает так, и бывает очень часто, при этом даже большинство родителей просто-напросто губят талант своих детей, и с этим я встречался неоднократно. У меня была девочка, с которой я занимался. Она занималась синхронным плаванием, но у девочки вот это все-таки спорт. У девочки как бы плохо шло в этом виде спорта, но она была очень фактурная, она была худенькая, с длинными ногами, то есть такая достаточно фактурная девочка. С кудрявыми волосами, я даже ее, как сейчас помню, чем-то мне напоминала мою плесецкую. Вот. Когда я ее первый раз увидел, какой у нее подъем стопы, я сразу сказал, что девочка фактурная, и подошел к маме и сказал, что вам лучше связать профессию вообще с танцами. На что мама сказала, ну, а ей так нравится спорт. А когда девочка услышала то, что вот я предлагаю поступить на подготовительные курсы в балетное училище, девочка так обрадовалась, она сразу вцепилась маме в ногу и говорила, мама, я хочу, хочу, хочу. Ну, какая, каждая девочка мечтает, конечно. Да, и вот таким образом все-таки я как бы перенастроил маму. Ну, там на самом деле не сколько мама была против, а сколько папа хотел, чтобы она была спортсменкой. Это вот нереализованные мечты родителей, потом дети отрабатывают всю жизнь. Хорошо, Жень, а вот скажи, что ждет человека, который все-таки идет дальше учиться на хореографа, с какими сложностями он может столкнуться, вообще вот что это за жизнь, именно во время обучения? Творческий кризис, первое, что может быть, это может быть нервные какие-то срывы, психозы всякие, то есть вплоть до того, что я не хочу учиться, все, я забираю документы и ухожу. То есть это может прям случиться вот на последнем курсе, когда уже диплом практически получать. Бывают разные ситуации, бывают и с семейным планом, потому что, когда учишься в творческой сфере, очень много уделяешь времени именно на обучение, на продумки, замыслы какие-то свои, какое-то вкладывание философской идеи, ты это очень долго осмысливаешь. И мало времени уделяется личной жизни. Естественно, как второй половинке, не очень устраивает то, что ты весь в учебе, и там ей очень хочется по магазинам пройтись, а ты где-то сидишь, учишься. Вот, и причем как учишься, там сидишь, думаешь какую-то интересную сценку, как придумать все интересное, чтобы завлечь зрителя. Вот, творческий кризис именно, когда уже не знаешь, что поставить, надо просто-напросто, вот как я для себя выявил такую вещь, отключиться вообще от всего мира, который вот окружает нас. Вообще было бы хорошо выйти куда-нибудь на природу, надеть наушники и послушать какую-нибудь классическую музыку, не современную именно, а классическую, потому что все-таки классика – это зарождение всего основного, также и в танцевальной сфере, и в музыкальной сфере. Без классики никуда. Смотри, вот ты говорил, что возникает часто желание брось это все, забрать документы, уйти. Но почему, несмотря на все вот эти трудности, человек остается в танце? Наверное, это некая магия танца, можно так сказать. Все-таки что-то внутри переключает, и начинаешь в себе себя настраивать, говорить «нет, я все смогу, я справлюсь, мне надо просто немножко подумать, отдохнуть, набраться сил». Также поддержка друзей, иногда сокурсников очень большое значение имеет курс, потому что училище, которое я первое заканчивал, у меня был ужасный курс, скажу честно. Почему? Потому что там все шли по трупам, можно так сказать, по головам, по костям. Я лучше всех, там других начинали позорить, оскорблять, унижать. На что у меня, как бы, впечатления о колледже сложились не очень хорошие. И, как бы, вот так, в институте у меня очень хороший курс попался, очень дружелюбный, несмотря на то, что мы были все разношерстные, я был единственным мальчиком на факультете, даже не на курсе, а на факультете. Но мы все были вот действительно дружные, сплоченные, как-то был такой костяк у нас, что вот мы даже помогали не то, что в обучении, там, дальние лекции переписать или еще что-нибудь, а просто по жизни, там, советами какими-то. Ну, вот, действительно, человечность имеет большое значение. Но у команды это практически самое важное. Да. В таком деле. Скажи, вот ты сейчас говорил, что в первом твоем учебном заведении люди вот шли по головам, да, унижали, оскорбляли и так далее. А вот от чего это зависит? Почему у человека возникает такая, не знаю, звездная болезнь это или что, или какой-то комплекс, может быть, какой-то? Ну, мне кажется, просто-напросто есть такая тенденция у людей, что, как говорится, наглость второе счастье. Ну, я, допустим, про себя не могу такое сказать. То есть я не настолько наглый человек, чтобы, там, унижать кого-то. Мне кажется, это просто-напросто характер и воспитание детей, то есть родители, которые вкладывают в своих детей, выливаются вот в такие вот... Понятно, Жень. Я вот знаю, что сейчас ты работаешь с детьми. Ты являешься вот хореографом в детской спортивной школе у ребят, которые занимаются синхронным плаванием и фигурным катанием. Вот скажи, пожалуйста, вот эти маленькие спортсмены, их ведь как-то особенно воспитывают? Вы знаете, Ольга, да, их особенно воспитывают. Просто даже вот вернусь в свою жизнь, вспомнил такую вещь, как учился в училище, и был у нас такой предмет, как народный танец. Педагог у нас по народному танцу, я не буду озвучивать кто, попался, так сказать, не Айс. Педагог, который просто-напросто, ну, не умел найти подход к ученикам, все-таки колледж и училище, это такое учреждение, где все-таки поступают подростки, то есть это у них еще психология детская такая, какая-то вот, ну, амбиции, да, вот это все. Получается такая ситуация, то что в колледже, в училище начинают, так уже по-взрослому, все-таки надо находить общий подход какой-то к детям. И просто-напросто вот наш педагог по народному, он настолько не находил вот подхода к ученикам, что я просто стал ненавидеть этот предмет. Я, когда у нас был госэкзамен, я отказывался со слезами просто, в коридоре стоял и говорил, мама, я не пойду сдавать этот предмет, я не хочу, я лучше пойду на экономиста, на юриста, на адвоката, на кого хочешь. Но вот благодаря вот этому одному человеку он мне действительно испоганил вот так вот впечатление о этом направлении танца. Но в Институте современного искусства есть замечательный педагог, Полонская Лариса Павловна, которая просто царь и бог, можно сказать, народного танца, народно-сценического танца. Она действительно очень много знает материала, очень настолько она увлекает в этот материал, то есть прям вот с ней интересно заниматься, слушать её. Она столько в своей жизни повидала всего. То есть твоё отношение к предмету зависит практически всегда напрямую от того, кто тебе его преподносит и как. Конечно, конечно, педагог играет большую роль. Так же самое, как я работаю с детьми. Если ребёнку давать, ну вот возьму младшую группу, да, там дети 5-7 лет, если им просто давать классический станок, это настолько скучно, муторно, то есть ребёнок через 15 минут он отключается, он уже смотрит по сторонам, в окно, в зеркало, в носу ковыряет пяткой. И он внутри уже зарождается то, что каждый раз он не хочет идти. Да, он уже не хочет идти, потому что и больно, там, когда начинаются растяжки всякие, он уже понимает, что это всё. Для него это смертная казнь, получается так. А как ты вот выходишь из этих ситуаций, чтобы дети к тебе бежали? Надо разряжать обстановку, надо включать какие-то игровые моменты, рассказывать детям какие-нибудь интересные истории, какие-то истории из... Ну, вот я, допустим, часто использую истории из классического балета, там, рассказываю какие-нибудь балеты, пересказываю, не показывая, а рассказывая вслух, какой сюжет, кто это такая. Пытаешься увлечь, в общем, детей, да? Да, я пытаюсь увлечь. Также, ну, банально какие-нибудь игры в конце занятий, там, салочки побегать, даже на упражнениях. Чтобы осталось хорошее впечатление после растяжек. На спину, на спину у детей вот корзиночку поделать. О, они так все корзиночки сразу такие делают. Вы смотри, ты сейчас после окончания уже двух учебных заведений работаешь с детишками. А кем вообще может стать человек, который отучился на хореографу? Вот что вы можете делать? Вы знаете, это такая специфика, наверное, и такое поле для работы на самом деле. В нашей профессии есть, можно так сказать, подразделы. Есть артист балета, есть педагог балета, есть хореограф-постановщик-балетмейстер, тем, кем являюсь я. А вот артист балета – это тот человек, который танцует сам, который вот, если возьмем банально даже наш театр, обыкновенный театр. Вот мы приходим в театр, мы смотрим на танцующих людей. Вот это вот артисты балета. Они работают, выступают, танцуют. Педагог балета – это репетитор, можно так сказать его еще, хореограф-репетитор, который занимается с танцовщиками, который репетирует, отрабатывает элементы, он смотрит на данные человека, на выработку данных. Но при этом он сам может танцевать тоже? Он может танцевать, да, но как бы в нашей сфере не смотрится так вот прям, кто ты там педагог или танцовщик, или ты там хореограф. То есть смотрят, если ты красиво танцуешь, а почему бы тебе не выпустить на сцену? Хорошо, тогда актуальный вопрос тебе. А до скольки лет вообще длится ваша карьера? И насколько она вообще вечна? Или можно уйти из одного в другое, как ты плавал, да, из танцев, преподавания? До конца жизни можно танцевать. Было в Царстве Небесное очень известный балетмейстер, танцовщица, она сам танцевала. Одна из моих любимых просто балетмейстеров – это Пина Бауш. Знаем, да. У неё труппа состояла из пожилых танцовщиков. Она не брала к себе танцевать молодых, так как она говорила, молодые могут сами себе дорогу пробить, а вот пожилые, мне нравится их пластика, мне нравится, как они двигаются. Они понимают философию моих постановок, поскольку Пина Бауш, она очень любила философские какие-то номера делать. У неё спектакли «Семь смертных грехов», которые мне приходят сейчас на ум, очень философские, настолько вот действительно… То есть молодые люди могут не прочувствовать, да, до конца? Они могут не прочувствовать, не понять, как бы, да. Она также и сама танцевала в своих спектаклях, и было там… То есть не потеряетесь вы на старости лет? На старости лет можно уйти в педагогику, преподавать детишкам классический станок, народный станок. Потому что часто же про балерин говорят, да, что там в 35 или в 30, они уже всё… Ну да, как говорится, 18 лет на сцене и потом на пенсию. Вот. Ну, потом просто… Ну, танец никуда не пропадает, можно находить всегда выходы какие-то, да? Конечно, конечно. По-прежнему быть с ним связаны. Скажи, вот если по тем или иным причинам человек на время ушёл в другую профессию, да, ну, мало ли что случилось, какова вероятность, что получится вернуться в танец, если был перерыв какой-то длительный? Ну… Всё-таки затягивают иногда другие вещи? Затягивают, я согласен, но если человек с детства думал, как-то вот ему нравилось, мечтал о танцах, его всё равно это будет перетягивать, потому что, ну, насколько вот я по себе знаю, танец – это как… У них слово будет сказано, как наркотик. То есть без него, попробовав один раз, хочется постоянно. Вот, так же и с танцем. Даже если вот брать классических танцовщиков, у них очень нужна выворотность, там, стоп, растяжки, чтобы поднимать красиво ноги, чтобы лебедь был лебедью, а не курица ощипанной. А растягивая мышцы, получаешь потом некое какое-то удовольствие от того, что вот ты потянулся. Вот. И мне кажется, если человек уходит куда-то в другую стезю, он просто-напросто набирается там какого-то опыта. Потому что профессия хореографа – это настолько разноплановая профессия, то есть ты должен знать всё. Потому что если ты ставишь, например, возьмём египетский танец, ты должен изучить египетскую культуру, что, где, почему такие руки были, а не вот такие. Да мелочи, в общем, должен знать. Да, ты должен изучить ихнюю культуру, испанскую культуру, венгерскую культуру, в процессе своей работы набираешься знаний ещё по многим других сферах. Да, на протяжении всей жизни мы учимся, можно так сказать. Ну да, это верно. То есть выходит то, что ты просто не можешь не танцевать, поэтому ты остаёшься. Да, да, остаёшься в движении. Жень, а скажи, пожалуйста, напоследок у меня у тебя будет такой вопрос, если бы ты мог вернуться назад и сделать выбор ещё раз? Что бы я выбрал, да? Да. Наверное, если бы я вернулся назад, я бы со слезами прошел вам поступить в хореографическое училище, потому что всё-таки бальный танец, он не даёт вот этот фундамент танцовщика, который закладывается в училище за счёт классического танца. Потому что основа всех танцев, которые бы мы не взяли, это классический танец всё-таки. он появился, зародился, и от него всё пошло. Без классического танца, ну, танцовщик может существовать, но всё равно основа всех танцев – это классический танец. Ну, давай тогда, в завершении нашей программы, совет абитуриентам, школьникам, которые, возможно, хотят свою жизнь связать именно с танцем. Ну, что я могу вам сказать? Будет сложно. Будет сложно, будет очень много слёз, будет очень много срывов, захочется бросить всё. Но скажу вам одно, не надо на этом останавливаться, так как танец – это наша жизнь, наша культура, нашего вообще человечества. Культура, можно так сказать. Потому что танец – это жесты, жестами мы можем передать всё, что мы захотим. И поэтому не надо останавливаться на каких-то препятствиях, надо собрать себя в силу, собрать себя в кулак, сказать, что я со всем справлюсь. И двигаться только вперёд, изучать что-то новое для себя, изучать новые направления. Вот даже несмотря на то, я уже закончил два года назад, я узнаю, что выходят новые-новые направления. Вот. Надо посещать всякий мастер-класс по направлениям разным. Идти вперёд. Идти вперёд, конечно, изучать. Даже не только танцевальную сферу, но и культуру. Всё надо изучать. Учиться, учиться, ещё раз учиться. Да. Друзья, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Евгений Кудаев. Жень, спасибо, что пришёл, поделился с нами своей историей. Возможно, для кого-то твой рассказ будет знаком. Вам спасибо. Друзья, помните, выбор всегда за вами. Это была программа «Я выбираю». У микрофона была Ольга Шерченко. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова